Доброго времени суток, дорогие друзья! Отдельный привет новым подписчикам! Спасибо, что проявляете интерес к моему каналу и той информации, которой мы здесь делимся. Чтобы не пропустить новое видео, пожалуйста, кликайте на колокольчик и, как обычно, я рада вашим лайкам и комментариям. А сегодня приветствуйте мою новую героиню. Ее зовут Кристина. Кристина в настоящее время находится в городе Харьков. Кристиночке 34 года. Она фитнес-тренер и нутрициолог. Кристина всегда вела здоровый образ жизни, следила за собой, следила за своим питанием и ежегодно проходила проверки, чекапы. Но, несмотря на все это, Кристине был поставлен диагноз эндометриотная аденокарцинома, рак яичника, стадия 1С. Правильно, Кристина? 1С? Да. Кристиночка, привет. Огромное спасибо, что согласилась участвовать в этом эфире. И в самом начале я хочу, чтобы ты немножечко рассказала о себе, где ты жила, чем ты занималась до постановки диагноза и как все началось, какие были первые симптомы. Привет, Олечка. Спасибо тебе большое за возможность поделиться и за твой труд, который просто это бесценный труд, потому что могу сказать, что информации очень-очень малая, она, ну, скажем так, не везде достоверная. И поэтому, я думаю, это очень-очень полезно, то, что ты делаешь. Как ты уже сказала, меня зовут Кристина, мне на данный момент 34 года, на данный момент проживаю в городе Харьков, Украина, родом из Харькова. До этого я 8 лет жила в Шанхае, работала фитнес-тренером, нутрициологом, каждый год прилетала в Украину, проходила обследование, наблюдающую гинеколога с 19,5 лет и, ну, понятное дело, всегда как бы соблюдала все-все-все. Раз в год был полный чек-ап, потому что, ну, скажем так, у меня вообще, в принципе, очень сильный иммунитет в шутку, достаточно крепкое здоровье и плюс спорт, плюс правильное питание. В принципе, проблем особо не было. Единственное, что в 2017 году у меня была операция по удалению эндометриодной кисты с правого яичника. После этого, а, еще на протяжении 10 лет я пользовалась контрацептивами на варинг. Это такое колечко силиконовое, вот, оно вставляется на 27 дней и, соответственно, действует как контрацептив. Делала периодические паузы, то есть, все по схеме, все правильно. После операции по удалению кисты мы хотели проверить с моим гинекологом, как поведет себя организм. Пока я находилась на восстановлении в Харькове, это около полугода была здесь, мы достали это кольцо и смотрели, запустятся ли яичники. Они не запускались, то есть, овуляция не происходила, мне уже необходимо было улетать обратно в Шанхай. Приняли такое решение, что пока будем наблюдать. Конечно же, каждый раз мне говорили, что пора рожать, пора рожать, но было как бы не до этого. Вот, и уже в 2018 году я проходила очередное обследование, она говорит, пора доставать его, смотреть. Я говорю, да, 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 конечно. И мы принимаем решение, что перед следующим прилетом за три месяца я достаю кольцо, как раз яичники должны как бы запуститься. И как раз вот, когда прилечу, и мы будем смотреть, что вообще происходит. А в феврале 2019-го я, ну, последний день действия кольца, я его достаю, больше не вставляю. Вот, и в июле, получается, я прилетаю в Харьков, прохожу полное обследование. По результатам обследования, анализам крови у меня все гормоны в среднем референции, то есть, ну, все четко, идеально. Менструации нет, овуляции нет, но, понятное дело, после столь длительного периода использования контрацептивов, понятное дело, что яичники сразу не запускаются. А также по результатам УЗИ структурно было все идеально. То есть, ни кист, никаких новообразований, и даже прооперированный яичник правый, он находился просто в идеальном состоянии, вернул свою форму полную. Ну, меня там буквально кусочек удалили, то есть, киста была на ножке, она даже была как бы не внутри яичника, она была на ножке. И поэтому, собственно, было сказано, что нужно делать операцию, потому что из-за достаточно тяжелых нагрузок на тренировках и в работе с клиентами тягало веса и сказали, что может быть перекрут ножки. Ну, в общем, чтобы не было никаких проблем, решили удалить. Вот, лапароскопическая была операция. Восстановление было достаточно, ну, таким, ровным, назовем это так. Вот, и вот в июле 2019-го я прохожу полнейшее обследование. Все замечательно. Меня врач отпускает, говорит, что наблюдаем, смотрим. Если в течение полугода месячные не появляются, то, конечно же, надо будет принимать какие-то препараты. Но моя врач, она всегда за то, чтобы как можно меньше во всяких химических препаратов. Она, ну, грубо говоря, не гомеопатия, но такие щадящие. Вот. И я возвращаюсь в Шанхай в начале августа. Все замечательно, продолжаю тренировки. И где-то в октябре почувствовала, что что-то не то с организмом. То есть я именно по тренировкам обратила внимание, что если раньше такой прям вот взрыв, да, эндорфинов после тренировки выходят, они достаточно интенсивные. А тут как бы я занимаюсь, да, но вот уже вот нет вот этого ощущения вот такого, то есть бодрости такой нет. Все ровненько, нормально, я все выполняю, все делаю, живу обычной жизнью. Но вот что-то не то. Ну, думаю, мало ли устала, там, выбросы, воздух какие-то очередные. В Шанхай воздух не очень чистый. На все списывала. И вот 1 октября был такой первый симптом. Такие небольшие какие-то, даже не кровенистые такие выделения, непонятные, как супровичные. Я бы думала, ну, наверное, настраивается система, начинают работать яичники, должны же когда-то они заработать. Потом уже ближе к середине октября появились какие-то непонятные боли. Они были как бы в районе копчика. И я сыграла горе от ума, я очень многое исследую, читаю. И я сразу, была такая первая ошибка, я сразу отмела проблемы гинекологии, вопросы гинекологии. Потому что, ну вот, в июле было полное обследование, все замечательно. И я начала, естественно, копать в другом направлении. То есть у меня уже возникали мысли, что это какой-то там анакопчиковый синдром. Потому что выполнялись упражнения с весом на пресс, то есть там подъем на копчик. Думала, ну, возможно, повредило. На скакалке я много прыгаю, думаю, может быть, вот что-то с этим связано. Я продолжаю тренироваться, продолжаю работать с клиентами. В начале ноября уже вот вообще прям иногда простреливающие были боли. И они как-то больше в правую сторону были. И вот в копчик, в позвоночник. То есть вот вообще что-то вот такое непонятное, она такая гуляющая какая-то. Один раз прям прострелила так, что я остановилась, я даже дальше идти не могла. Ну, я не понимала, откуда вообще ноги растут. Потом я обратила внимание, что меня стала подтормаживать левая часть тела. Там, в подтягиваниях. То есть я прям чувствую, что вот правая включается, а левая как бы немножко тормозит. Это буквально доля секунды. Но вот я прям это ощутила, потому что я достаточно хорошо чувствую свое тело. И вот я поняла, что что-то не то. И плюс в наклоне я видела, что у меня как бы правая ягодица выше, чем левая. То есть такого раньше не было. Естественно, я подумала, что что-то случилось, возможно, какое-то смещение. И тут моя вторая такая ошибка. Я пошла к специалисту юмейхотерапии в Шанхае. Это достаточно такой травмоопасный, травматичный массаж. С выравниванием, с вытягиванием конечностей. Ну, такой жесткий массаж. И без МРТ, то есть без всяких УЗИ, меня массажист берет. Он говорит, да, у вас смещение тазовых костей. Поэтому можно исправить, говорит, за 10 процедур. И, говорит, достаточно травмоопасно, достаточно болезненно. Ну, вам нужно прекратить все тренировки. И просто продолжать, как бы, ходить на массаж. Да-да-да. Я думала, еще где-то около недели мне не становилось лучше. Плюс у меня появилось такое непонятное вздутие с живота, постоянное. Хотя питание у меня не менялось. И я сначала подумала, что живот большой. Я подумала, что, может, жирок на животе. Но нет. Как бы там прям кожу можно было оттянуть. То есть вообще живот достаточно большой. И такой еще симптом – у меня мышцы не росли. То есть как бы и жировая масса не прибавлялась, и мышцы не росли. Хотя к тренировкам я уже вернулась в полный объем. У меня такое тело, я такой смешанный тип. То есть я очень быстро достаточно набираю мышцы, ну и быстро их теряю. Плюс уже появились такие первые звоночки серьезные, что я стала наедаться такими небольшими порциями. Я в периодическом голодании, и у меня два максимум приема пищи. И обычно, ну они не сильно объемные, потому что углеводов там практически нет. Ну как достаточное количество в виде овощей. Ну порции не объемные. Но тем не менее, там 20 грамм сыра, и я уже в принципе как бы наелась. Я продолжала кушать как и раньше, потому что я понимала, что мне нужны силы, мне нужны весь макронутриенты. Вот. И я все-таки решаю, что да, наверное, это вот из-за смещения тазовых костей, вот это все произошло. Потому что я уже начала думать, что это аппендицит или что-то с кишечником. А ну думаю, гинекологию отметаю, потому что обследование. Это же потерялось, конечно, и все было хорошо. Да, как такое может быть вот за несколько месяцев? В моей голове это вообще никогда не могло уложиться, поэтому сразу было вот отметено. Вот. И я 1 декабря уже, я иду на первый массаж. Мы делаем массаж очень болезненный. И потом болит просто все тело. И в принципе я уже боль вот эту в районе копчика, оно даже в животе особо не болело. То есть вот больше туда вот к костям болело. Я уже особо не замечала, потому что болело все остальное. Вот. 10 процедур каждый день. Где-то на седьмую процедуру, перед седьмой процедурой, я помню, утром я встала. Это первый раз мне стало очень-очень страшно. Я встала с кровати, и я делаю два шага. И такая дичайшая простреливающая боль. И я просто как бы падаю на пол. Я доползла до кухни, попила холодной водички. У меня вот испарина, холодный пот. Прям вот, ну вот вообще что-то непонятное. Думаю, ну, наверное, это массаж так действует. Он же предупреждал, что это будет болезненно. Но я прошла все эти 10 процедур. Естественно, я не занималась спортом. С питанием уже вообще стало все печально. Но я думала, что организм вот так вот, такие вот воспаления, все болит. И, возможно, он просто пока отказывается от еды. Прям вообще по чуть-чуть кушала. И после окончания всех массажей я поняла, что мне не легчает. Уже там через 3-4 дня он сказал, что в принципе должно быть полегче. Мне не легчало. И я принимаю наконец-то первое грамотное решение пойти сделать все-таки УЗИ брюшной полости. А вот в Шанхае это сделать не так просто. Ну, то есть нет такого, что пришел и прям сразу сделал УЗИ. Там определенная череда таких событий, куча очередей, куча всяких... Твои нюансы, да, я сама живу в другой стране, я знаю, что... Вот. И на УЗИ я попадаю только вот на следующий день в большой такой клинике государственной. Естественно, я пошла к гастроэнтерологу, потому что я подумала, что с кишечником что-то связано. И мне делают УЗИ, я просто вот вижу, она проверяет там печень, поджелудочный, желудок, вот смотрит, смотрит. Потом у нее просто так вот округляются глаза. И она мне говорит, у вас, ну, это вам не к нам, вам необходимо в гинекологию. Я думаю, ой, ну, что вы мне рассказываете, какая гинекология? И она мне выдает результаты УЗИ, я просто читаю и смотрю размеры. И там размеры уже были, ну, нечто, да, какого-то образования. А 12, там, на 10, на 8, по-моему, ну, такие вот первые цифры. Я думаю, она, наверное, ошиблась. Ну, как такое может быть вообще? Ну, я-то примерно понимаю размеры, думаю, ну, в смысле, такого быть не может. Ты очень, у тебя нет жира абсолютно, тебе этим опухолям абсолютно негде прятаться. То есть ты стройная, подтянутая. И у меня достаточно узкий таз. То есть мне потом уже вот и объяснили, почему боли такие были. Вот, я, конечно же, записываюсь, иду в другую клинику. Она именно специализированная гинекологическая. Там, опять же, записываюсь, только вот на следующий день попадаю. Я уже вообще, в принципе, еле хожу. Мне прям достаточно тяжело перемещаться, именно ноги переставлять. И состояние, ну, вообще уже, ну, прям финиш. Но я до сих пор отметаю, говорю, гинекологию. Я до последнего была уверена, что она ошиблась. Прямо вот до последнего. Попадаю на УЗИ, меня осматривает врач и делаю это доплеровское УЗИ. И тут как бы мне стало вообще непонятно, когда она посмотрела опухоли, то замеры. И я услышала звук, вот как сердцебиение, да, вот как кровоток. Я-то понимаю, что это только нехороший опухоль, строит себе кровоток. Но у меня разум, он просто отсекает эту информацию. Думаю, да, наверное, опять какая-то ошибка. Ты три года, ты молодая и, в принципе, абсолютно здоровая женщина. Да. И я уже потом попадаю с результатами УЗИ к врачу в этот же день. Ну, там, часов пять я провела в этой клинике. И я ему объясняю, что у меня была операция по удалению кисты. И он говорит, дело в том, что сейчас уже такие размеры уже были 14 на 10 на 10. То есть вот она прям вот, ну, как бы выросла за несколько дней. Я думаю, ну, мало ли, 2-3 сантиметра, как бы, возможно, ну, мало ли, та ошиблась. Или это немножко не так посчитала. Ну, мало ли, что бывает. Думаю, ну, не может же быть такого, так быстро расти. Вот. И врач говорит, нужно срочно удалять. И я говорю, он говорит, когда ты сможешь вот на операцию? Я говорю, я в Китае оперироваться не буду. Если, говорю, оперироваться, то только, говорю, у своего врача, говорю, у своей клиники и просто дома. Ну, потому что, как бы, медицина, там очень много вопросов. Вот. И он говорит, и я говорю, ну, может, через месяц-полтора, говорю, попаду домой. Я как раз, в принципе, собиралась. Мне, говорю, сейчас как раз на визу подаваться. Он говорит, нет, ты не поняла. Как скоро ты сможешь это в плане сегодня, завтра, послезавтра? Вот прям очень срочно надо. Я на него смотрю вообще, думаю, в смысле. А, еще увидела в результатах УЗИ, что очень много жидкости в малом тазу. Ну, прям, ну, очень много было. А это вообще что такое? Вот. В итоге я пишу своему врачу. А родители на тот момент они жили на Мадейре. И, то есть, мы на Украине встречались вообще. Они прилетают, я прилетаю. То есть, на Украине никто не жил. А я пишу родителям. Они буквально только-только вот туда полетели. Пишу родителям, что так и так, такая ситуация. Вот. Вообще не понимаю, что делать. Мы связываемся с моим врачом. Я ей высылаю все данные. Она спрашивает мое состояние. Это, по-моему, в Кайфу или в WhatsApp было. И она говорит, Кристина, когда ты сможешь прилететь? Потому что ты понимаешь, это либо что-то очень агрессивное, либо что-то очень злое. Если вот прям вот таких вот размеров за такой короткий срок. Вот. В итоге мы с ней уже списались, по-моему, числа 19 декабря. Это вот пока я все прошла процедуры, все эти исследования. И уже 23 декабря в ночь я вылетаю. Нельзя как бы напрямую попасть из Шанхая в Украину из-за вопросов России. Вот. И я лечу до Белгорода. То есть Шанхай, Москва, Белгород. Там меня встречают папа. Мы переходим пешком границу. И вот уже 23 утра, ну, из разницы во времени, я уже, днем вернее, я уже была у своего врача, она все посмотрела. У нее были вот такие глаза, она просто в шоке. В Харькове, да? Да, 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 да. Вот. И она говорит, я даже не могу понять, откуда, говорит, она растет. Скорее всего, говорит, может, это вообще из кости она растет. То есть было вообще непонятно. У нее там были уже такие размеры, уже были 18 на 12 на 10. Это вот за вот это время. Летела я просто с ручной кладью, с маленькой, потому что я ничего уже поднять не могла. У меня уже была температура, потому что у меня были вот такие красные щеки. И уже, как оказалось, был разлитой серозно-фибринозный перитонит. То есть, причем, ну, такой конкретный. Они вообще, в принципе, были в шоке, как я долетела. И вообще с таким перитонитом максимум 3 дня живут. Мне сказали, что у меня он уже более 5 дней, так точно. В общем, 24 декабря я уже была утром на колоноскопии, гастроэндоскопии. Все проверили, слава богу, все хорошо. И вот 24 декабря после обеда меня взяли там вне очереди. Меня прооперировали. Меня сразу предупредили, что это будет лапаротомия. То есть уже лапароскопия они, ну, потому что меры. И предупредили, что отправят на гистологию. И если результат будет неутешительный, как бы, то будет повторная операция. Потому что я не рожавшая, детородный возраст. Они не имеют права сразу удалить все. Меня прооперировали. И, естественно, я очень-очень себя нехорошо чувствовала, потому что я питалась уже неполноценно. Я просто не могла есть. Плюс этот перитонит. Мне по всему Харькову и Харьковской области искали плазму. То есть, ну, совсем была такая печальная ситуация. Меня три дня из экстренного отделения не переводили. Но потом я достаточно быстро восстанавливаюсь. Несмотря на вот это все, организм достаточно сильный всегда был. И, конечно же, а это все под Новый год. Лаборатория, слава богу, как бы успела взять анализы. И только числа, по-моему, 16 января приходят первые результаты гистологии. И, конечно, первый диагноз поверх нас вообще в шок. Мы до последнего надеялись, что это что-то доброе. А первый диагноз вообще сказали, что, возможно, это эндометриоидный рак, ой, эмбриональный рак или саргома. То есть, это вообще прям печальный такой диагноз. Вот. Моя врач не поверила. Она отправляет на дополнительное на иммунодистохимию. То есть, ну, прям вот с нашего ведома она сразу отправила, потом уже предупредила. И, слава богу, приходит второй анализ, второе исследование, что это эндометриоидная аденокарцимома. Ну, как сказала моя врач, что из всего самого злого, что могло быть, это самое доброе. Вот. И плюс... Это правда. Да, да. И плюс она микросателлит нестабильная. То есть, у нее нет свойства самовосстанавливаться. То есть, что тоже, как бы, хороший знак. Но были некоторые здесь позитивные реакции в клетках. Как мне объяснила врач, что это так называемый синдром Линча. Вот. Это генетическое. Как мне объяснили, что у одного из родителей просто сидит ген. При соединении генов. Вот если бы у меня был брат или сестра, то вот у одного из нас обязательно это бы проявилось. У другого это бы не проявилось. То есть, там всегда 50 на 50, как бы через поколение оно вот так вот скачет. То есть, ну, вот так получилось. Рано или поздно, по-любому проявилось бы, необходимы были бы там определенные триггеры. И сработало бы вот такой. Просто вопрос времени, когда, в каком возрасте. Мне предлагают два варианта событий. То есть, так как я не рожавшая, мне говорят, что можно оставить деторудные органы, пройти химиотерапию и, ну, шесть курсов. И потом, через время, когда организм восстановится, пробовать рожать. Но это большой риск. Это мне вот моя врач объясняет. Она говорит, я бы не рекомендовала рожать вот с такими результатами, да, генетического анализа. И второй вариант – удалить все, не жить на пороховой бочке. И еще сделать химиотерапию, то есть, ну, чтобы вот вообще на 10 шагов вперед пойти. Потому что, да, она говорит, она добрая из всех злых и, в принципе, ну, хорошая. Но все равно никто не знает, потому что, ну, исследования-то есть, но они настолько разношерстные, что никто не знает, как себя поведет организм. Конечно же, я принимаю решение не жить на пороховой бочке. Я понимаю, что наступит такой момент, когда я захочу ребенка, его всегда можно усыновить, удочерить, да, как помочь маленькой душе обрести семью. Но сколько болезненно для тебя было принятие именно такого решения? Как ты долго думала? Если честно, несколько минут. У меня, если честно, вообще, в принципе, за всю мою жизнь, у меня много крестников, у меня много учеников, но вот именно своего ребенка, ну, если вот реально положа руку на сердце, у меня никогда не было такого, что я прям хочу своего ребенка, я прям планировала, да, там, что вот как у меня будет ребеночек, у меня такого как-то вот никогда не было. Ну, в принципе, я не сомневалась. Даже вот как-то я просто подумала, меня больше вот беспокоило, что вторая операция, что как это все, и я просто такая неизвестность, ну, и вообще, в принципе, жизнь вот так вот на 180 градусов повернулась, да, вот так вот раз, вот так давай сначала, вот, вот это. Так, да, сейчас я, конечно, понимаю, что было бы круто, если бы была возможность родить ребенка, но я понимаю, что моя жизнь вот такая, то есть я просто приняла, да, просто приняла. Правильное решение приняла, Кристин. И через сколько состоялась эта вторая операция? Как скоро тебе ее сделали? Ровно через месяц. Вот 24 декабря была первая, 25 января я уже была на повторной операции и удалили все, оставили только культю влагалища, вот. И плюс опухоль была эстроген-зависимой, поэтому с ней нельзя никакие гормонозаместительные терапии. Я поняла тебя. Да, потому что там, ну, могло спровоцировать, да, там какие-то непонятные реакции. И вообще, в принципе, мне врач объяснила, что если бы ты решила рожать, вот, да, если бы этого всего не случилось, ты бы решила рожать, и мы бы провели ряд тестов, естественно, ряд анализов, и если бы мы определили, что есть вот этот вот ген, вот эта мутация, то я бы, говорит, тебе не рекомендовала рожать, потому что гормональный всплеск, он бы как раз вот дал рост, да, вот всем этим клеточкам, вот. Да, вот смотри, ты в начале разговора сказала, что ты 10 лет, у тебя было это кольцо, ново ринг, да, контрацептивное кольцо. Скажи, пожалуйста, давай затронем эту тему, ты думаешь, контрацептивы как-то влияют на развитие рака, и если да, какие самые безопасные контрацептивы? Ну, я вот очень много читала исследований и анализировала, у меня вообще, в принципе, работа моя связана с анализом исследований, и я достаточно глубоко в них так вхожу. Я считаю, что тут даже не корреляция, тут причинно-следственная связь. При использовании контрацептивов, неважно, каких они, оральные, да, или вот такие вот местные, именно сам естественный процесс менструации, он не происходит. То есть яйцеклетка не выходит, и те выделения, которые женщина видит каждый месяц, это не совсем менструация, то есть нет полного отторжения вот этого слоя матки, да, который должен выходить и обновляться. В большинстве случаев это приводит к эндометриозу, потому что вот эти клетки, они нарастают, 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 и, ну, этот материал должен, как вот циклично, образовался, вышел, образовался, вышел, а использование контрацептивов, этого не происходит. И, конечно же, яичники спят, они просто спят, они не выполняют свою функцию. Идет искусственная, как бы, стимуляция вот таких вот процессов. И сейчас в наше время, ну, уже, наверное, на протяжении лет десяти, их же прописывают по любому поводу. У вас акне, пожалуйста, контрацептивы, лишний вес, контрацептивы, перепады настроения, контрацептивы, да, вы просто хотите, как бы, вот, чтобы у вас не было ПМС и вот этих вот, да, естественных биологических процессов, контрацептивы. Вот. И сразу же в страховку вписывают попытки ЭКО, да, там, пять попыток ЭКО, сейчас такое популярное в страховках во многих странах. На мой взгляд, прямая вот причинно-следственная связь. Это вот, на мой взгляд, учитывая эту информацию, ну, опять же, это мое субъективное мнение. И, опять же, у меня это все произошло, после того, как и перестала использовать контрацептив. И у меня он был неоральный, то есть, там, помимо того, что, как бы, да, вот физический процесс, естественно, не происходит, когда еще оральные контрацептивы, это действия на желудок, на печень, ну, просто печень, как бы, даже если взять анализы, ко мне, когда приходят девочки на курсы, на консультации, мы сдаем анализы, и вот все, кто принимает контрацептивы, у них всегда даже печеночные маркеры, они повышены. То есть, идет постоянное, как бы, микроразрушение печени, постоянно. Они очень гепатотоксичные, вот. У меня было... Простите, я сама, я никогда, кстати, не проводила связи между контрацептивами и раком яичников, да, но вот, слушая тебя, я тоже делаю сейчас определенные выводы, и я хотела у тебя спросить, вот у меня, я пользовалась спиралью, и когда я делала выбор своего контрацептива, это было 10 лет назад, я смотрела все то, что без гормонов, потому что до этого я пыталась садиться на какие-то таблетки, но я очень сильно набирала вес с этих таблеток, и у меня пропадало либидо, и были какие-то там еще побочные явления, которые мне не нравились. И я выбираю спираль, которая на английском языке, она, по-моему, как она называется, copper, она сделана из меди, медная спираль, которая без гормона, она у меня стояла почти 10 лет, месячные у меня были, даже с этой спиралью у меня месячные стали более обильные, чем раньше. Вот, ты что-то знаешь вот про такие контрацептивы, которые без гормонов, они более безопасные, либо у них есть какие-то другие побочные эффекты? Ну, я считаю, что да, которые не гормональные контрацептивы, конечно, то есть вот презервативы, да, спираль, но опять же спираль, медь, что делает медь? Медь у нас участвует в около 350 функциях в организме, то есть тоже вот нахождение, да, такого медного источника, прямо там непосредственно, вот рядом с летородными органами, я думаю, что тоже какое-то влияние происходит, но если, да, были полные месячные, да, то есть была овуляция, и то, возможно, там какое-то другое. Я говорила вот именно про гормональные контрацептивы, то есть вот я узнал, что у меня были гормональные, и то именно вот этот наваринг, там минимальное количество гормонов, и то, что оно непосредственно стоит в районе гидроудных органов, в районе яичников, и там такое вещество диеногест действующее, то есть оно самое щадящее, оно самое приближенное к натуральному, но, не менее, я могу сказать, что как только я достала кольцо, буквально через две недели мое состояние вот так вот поменялось, мне стало очень хорошо, настроение улучшилось, у меня даже вот само качество тела улучшилось, а так было всегда, как бы, да, мышцы были, но была такая, как водичка постоянно, хотя как бы, ну, с водно-сливым балансом все замечательно. Вот, я считаю, что любые, вот гормональные, это как, вот знаете, лопатой в микросхему влазить, и пока эта лопата стоит, вот она зажала как-то микросхему, она там стоит, вот все работает, только мы достаем, и потом уже, вот, как оно пойдет, тысячи вариантов. Кристин, смотри, вот нас смотрят женщины, которые сейчас находятся в детородном возрасте, у которых еще там нет никакого рака яичников, ничего, что бы ты им посоветовала, как предохраняться? Барьерные методы. То есть я бы посоветовала старые проверенные барьерные методы. Это самое такое, что, да, у них там 99,9, ну, от 97 до 99,9 процентов, но не лезть вот в эту тонкую, выстроенную женскую систему, и если, да, в переходном возрасте, в таком вот периоде, когда девочка созревает, и какие-то появляются вопросы, там, акне, жирность волос, жирность кожи, даже какой-то прирост веса, просто переждать этот период, то есть возможно заняться каким-то щадящим спортом, наладить свое питание, то есть поубирать вот весь этот гастрономический мусор, потому что любые вопросы кожи, это печень прежде всего, это вот, ну, к бабке не ходи, это печень, и как можно меньше на нее давать нагрузку, то есть там алкоголь, сигареты, да, понятное дело, не употреблять, и, ну, это очень простой способ взять и посадить на таблеточки, и все. И, опять же, даже подбор сейчас, ну, наверное, единицы только берут сначала полные анализы, эндокринолог должен грамотный посмотреть, какие там прогестерон, да, пролактин, эстрогены, и помимо этих еще гормонов, там их тонны просто, их грамотно подобрать, но я бы вот вообще не рекомендовала, и даже те, кто сейчас принимает какие-то контрацептивы, то есть я бы рекомендовала с них потихонечку сходить, только, конечно, под наблюдением врача, потому что перестройка организма будет по-любому, и, конечно же, захочется вернуться вот в это состояние, когда вроде бы как все иллюзорно, стабильно, но это реально, это иллюзия, организм не работает правильно, и он работает в своем неестественном, не работает в своем естественном режиме, и по-любому будет обратка, это, ну, это 300%. Я тебе рассказывала, что у меня у дочери были проблемы с болезнями месячными, и также у нас, да, у нас жирные волосы, у нас прыщи на лице, и у меня сразу, когда у ребенка там что-то болит, что-то по-женски связано с месячными, у меня, конечно, в голове звенит колокольчик, и я беру ее, бегу к врачу, и хотела еще сказать, что боли до такой степени у нее сильные, что она покрывалась испаренной, ее тошнило, мы даже, раз я ее возила, как это называется, забываю, в скорую помощь, вот, по симптомам все, и потом я ее привожу к врачу, и нам говорят, так вы, мамаша, не беспокойтесь, мы можем подключить ее на гормоны, на контрацептивы, простите, мы можем выписать противозачаточные таблетки моему 14-летнему ребенку, и у вас пройдут и прыщи, и боли премесячные, и они тоже пройдут, и не стоит вам ни о чем беспокоиться, у меня вот такие глаза, я говорю, как, без каких-то исследований вы хотите просто выписать ребенку такую пить? Мы, конечно же, отказались, мы отказались, мы сейчас стараемся правильно питаться, мы исключили все молочные продукты, что, кстати, сразу отразилось на лице, и не очистилось никакой молочки, вот, и стараемся там принимать какие-то витамины, все, и справляться натуральными средствами. Да, да, согласна. Это, да, будет такой период, у каждой девочки, у него по-разному проходит, у кого-то прыщи, у кого-то лишний вес, да, у кого-то плаксивость, там, апатия, да, такие, там, эмоциональные вот эти перепады, но это нужно, это перестройка, это некая трансформация организма, ее нужно просто принять и понять, что рано или поздно это все закончится, у кого-то там это полгода, у кого-то год, у кого-то два года, но не надо вот сразу вот этот вот простой такой способ, ну, это опасно, это просто опасно, и, ну, так взять вот и все функции женщин вот так раз и заблокировать сразу, а потом, когда ты снимаешь эту капсулу, вот, вообще никаких гарантий, что оно заработает, потому что даже при назначении, как же называлось это, трибулус, по-моему, да, это растительный препарат, как похож на тестостерон, такой природный, да, растительный, вот, оно даже не подействовало, и более того, меня, когда моя врач увидела, она говорит, ой, в тебе, это была очень такая прокачанная, допустим, я вот вынула это кольцо, и появилась такая жесткость мышц, прям тургор кожи хороший, она говорит, в тебе, наверное, очень много тестостерона, и поэтому, как бы, вот, все так происходит, нету овуляции, вот, но сдали анализы, все было в норме, она говорит, я бы тебе даже тестостерон подняла, вот, по анализам, она говорит, я бы тебе его немножко подняла, вот, если какие-то, прям, продолжительные проблемы, там, например, боли сильные, то, вот, в моей практике было, что необходимо сделать МРТ гипофиза, вот, именно, МРТ головного мозга посмотреть, потому что, может быть, там, маленькая аденомка, которая давит на гипофиз, такое-то очень часто бывает, ну, это просто такое вот, она не злокачественная, нет, это просто аденомка, это умолит такое, она давит на определенный вот участок гипофиза, и поэтому идет, как бы, перераспределение гормонов, прогестерона может быть чуть-чуть больше, да, либо тестостерона больше, потому что, вот, именно сальность и акне, это больше, вот, с тестостероном связано, ну, а так, это печень, 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 все вопросы к печени, в основном, это вот в 90-х процентах. Спасибо тебе за этот ответ, давай дальше, перейдем к твоей истории. Так, вот, сделали вторую операцию, да, это уже была полная кистеректомия, и как скоро тебе назначили химию, и скажи еще, почему тебе назначили химию, ведь при первой стадии ее обычно не назначают. Да, врач объяснила, что по международному протоколу при таком диагнозе и при такой стадии вообще, в принципе, не назначают химиотерапию, но у меня был разрыв, то есть она разорвалась, это вот, скорее всего, когда у меня были вот эти дикие боли, вот это был разрыв, был сильнейший асцит, перитонит, и да, конечно же, они все почистили, все убрали, взяли анализы, откуда только, точки, да, на исследование, откуда только смогли, нигде ничего, слава богу, не нашли, но мне врач объяснила, что нужно думать на 10 шагов вперед, и поэтому она сказала, что правильнее будет, если мы сделаем 6 курсов химиотерапии. Вот, и, ну, конечно же, я не сопротивлялась, я не понимала, не представляла, что это вообще будет, я это видела только в фильмах, вот, и, ну, конечно же, было страшно, потому что было непонятно, это было такое что-то запредельное для меня, неизвестное, и, конечно же, когда я была на реабилитации после второй уже операции, я шерстила весь интернет, я читала вот эти все статьи, досмотрела видео девочек, и становилось только страшней, 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 но потом более-менее, как бы, разум очнулся, и он мне подсказал, что, ну, у каждого по-разному происходит, и не надо себя программировать на то, что мне будет больно плохо, что меня прям будет тошнить постоянно с утра до вечера, и клиника, в которой я проходила лечение, она частная, хорошая, высококвалифицированные специалисты, и моя... Вопрос, может ли тебе вопрос, может быть, немножко корректный, ты сама оплачивала свое лечение, либо тебе это делали бесплатно? У нас нет бесплатной медицины, вот, и даже в государственных клиниках, если ты хочешь нормальное лечение, ну, как бы, надо все оплачивать. Да, я знаю, это, конечно, беда Украины. Да, и даже когда говорят, что есть какие-то дотации, помощи, ну, к сожалению, нет. Как бы, и условия... Капали во время химиотерапии? А что, что еще раз не услышала? Какие препараты тебе капали? Да, мне капали карбоплотин и плаксикантел, дали, как он правильно называет. Плаксикантел, по-моему, как-то так. Да, 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 да. Вот, капали его, естественно, на вес тела рассчитывалось, и плюс параллельно была еще гормонотерапия. В основном это был дексаметазон, то есть гидрокортикостероиды. А просто как подготовка, да, подготовка к основной химии тебе давали дексаметазон? Да, это он идет как подавляющий вот эту гистаминовую реакцию, чтобы не было сильной реакции на химию. Вот, в принципе... А, ну, еще я не хотела дожидаться момента, когда волосы начнут сами выпадать, поэтому сразу же после первой химии меня отвезли в парикмахерскую и просто как бы вот... Да, я только заметила, как мне и только начали выпадать, я сразу же взяла тоже бритву, и мы спрели волосы. Да, да, потому что, ну, как бы не хотелось этого наблюдать. И, в принципе, процедуры сами проходили достаточно неплохо. Я, в основном, спала, вот, там, буквально 4-4,5 часа, раз в 3 недели. Через 21 день после второй операции мне назначивают первую химиотерапию. Вот, и, конечно же, да, была куча препаратов, противорвотные. Вот, ну, несколько раз я, конечно, испытала все прелести химиотерапии. У меня достаточно были странные реакции, ну, как мне объяснили уже химиотерапевт и моя врач, потому что больше всего у меня ударило по конечностям. У меня была нейропатия, ну, до такой степени, что вот я, когда стояла на ногах, я не понимала вообще, как у меня стук не расположен. Вот, я вообще не чувствовала ног и пальцы тоже рук, то есть вот я могла там чашку уронить. Как бы это не слабость была мышца, а именно вот я просто, я не ощущала, держу я или нет. Потому что оно как бы не срабатывало. И, конечно же, кости, очень сильно ломило кости, особенно вот уже начиная с четвертой процедуры. Ну, видимо, эффект накопления все-таки есть. Вот, лейкоциты у меня достаточно быстро поднимались обратно. И у нас еще в это время случился как раз локдаун первый. То есть у нас прям вот был жесткий локдаун, все ходили в масках, ну, по-моему, боялись потом уже, не ходили. Вот, везде-везде вот эти все нормы, что никуда нельзя ходить. Мне это, в принципе, было на руку, то есть в маске, потому что меня даже чисто внешне от дексаметазона меня раздувало просто как на глазах. О, да, я знаю, что это такое. Да, у меня было плюс 13 килограмм. Для меня это, конечно, было просто... Я, в принципе, не взвешиваюсь. Я свой вес, свои параметры, я как бы, ну, я по одежде, по ощущениям, я чувствую. Ты знаешь, конечно. Да, а тут мне надо было взвешиваться перед каждой процедурой, чтобы был рассчитан правильно препарат. И я каждый раз, когда видела на весах вот такие вот плюс 2, плюс 3, плюс 4, и я не понимала вообще, что происходит. А кушаю я, ну, вообще по чуть-чуть, потому что у меня не хотелось. И все то же самое, что и раньше. Вот это, конечно, было, да, так не очень. И, конечно же, слабость дичайшая. Но я понимала, что чем больше, ну, понимая устройство организма, я очень обожаю человеческое тело, я в физиологию поглубилась. Вот я 2 года изучала физиологию сама, просто по учебнику, для тех, как я изучала, я понимаю, какие процессы происходят, это что чем раньше я начну двигаться, тем мне быстрее станет легче. Ну, это очень сложно, особенно второй, третий день, когда прям совсем накрывает. Но я вставала и ходила, вот сколько могла. Была анемия второй степени, это то, что мне поставили диагноз сразу после операции. У меня гемоклобин вообще там до 89 упал. Вот, ну, и опять же, питания не было, и плюс перитонит. То есть это ж, понятное дело, оно все влияет. А так достаточно быстро восстанавливался организм. Вот, и сейчас, да. Давай поговорим про эмоциональное состояние. Потому что вот я помню, когда я проходила химию, меня так накрывало, и порой даже я бы лучше испытывала какие-то физические боли, чем вот это вот. Это был просто в голове какой-то кошмар, ад, непрекращающийся. Я, конечно, находила свои инструменты работы с этим. Скажи мне, пожалуйста, как ты справлялась? Да, состояние было, его, конечно, не описать так двумя словами. Полная такая фрустрация. Ты не понимаешь, как это случилось, почему вообще это случилось, зачем, что будет дальше. Плюс видеть себя вот в зеркале, вообще абсолютно не такое, какое это было раньше. Понимая, что жизнь повернулась на 180 градусов, что вообще вот просто вот так вот она скомкана, вот так вот, вот так вот ее выкинули, и как бы вот давай сначала. И даже как бы точки опоры никакой не было, я не понимала вообще, от чего отталкиваться. Я не понимала, как подействует лечение, я не понимала, что будет дальше. Плюс вот эта тонна перечитанных статей, каких-то непонятных, где дают вот эти прогнозы пятилетней выживаемости, которые просто давят морально. Ты думаешь, в смысле что такое, пять лет, и все. И потом уже, когда я пришла, более меня в норму, мы об этом еще поговорим обязательно. То есть я поняла, что не стоит их вообще читать. Меня спасли прогулки, то есть я просто ходила, гуляла, меня спасла, вот я зацепилась за мысль, что я должна двигаться, движение, жизнь, жизнь, движение, должна двигаться, я должна ходить, несмотря ни на что. Просто вставала. Читать я особо не могла, потому что вот мозг не соображал памяти. У меня, на самом деле, как бы спасибо родителям, у меня память настолько, что я в школе там прочитала несколько раз Руслану Людмилу, я запомнила ее наизусть. Я не могла выбрать самый любимый кусочек, чтобы было выучить. Я выучила просто вот Руслану Людмилу полностью, потом там и Наида еще я тоже выучила наизусть. То есть память очень хорошая, а тут я понимаю, что я нахожу до кухни, и я просто думаю, а зачем я сюда пришла? Вот это, конечно, просто вводило в меня. Не могла ничего читать, изучать. То есть вот это давило очень сильно. Но я себе сама сказала, что надо просто это переждать, что это сейчас вот такой вот период, что сейчас надо это просто пережить. И потом, когда я уже приду в норму моральную, именно даже не моральную, а когда ум немножко, да, устаканится, станет на место, и тогда я уже буду думать. И я, конечно, благодарю Вселенную, у меня, видимо, хорошая карма все-таки, я встретила учителя по сакральным практикам, и я начала просто изучать свое сознание потихонечку. Я даже вот особо не могла писать вначале. У меня такой мозг так устроен, что мне надо вот прописать, заземлить. И тогда вот я очень хорошо запоминаю, и это все вот вписалось в память, и даже сейчас не использую, оно где-то там отложилось, и если надо, я могу это применить. Вот, и я начала изучать свое сознание, так называемая ведическая, тибетская астрология. Астрология не в плане, что близнецам сегодня повезет, а глубокая, то есть не по солнечному принципу, а именно по лунному. Вот, я в это углубилась, и мне это настолько помогло. У меня даже, в принципе, не было как бы и депрессии, потому что вот я просто углубилась в изучение своего сознания. У меня вообще, в принципе, было такое состояние частенько, что вот как будто в груди постоянно полыхало, это даже вот до всех этих ситуаций. И вообще была, в принципе, неспокойной, и была достаточно вспыльчивой. Но вот погружение в изучение именно своего сознания, с учителем, мне это очень сильно помогло. И плюс я начала заниматься энергетическими практиками, начала, даже это не медитация, это больше как бы работа вот с энергетикой. Это рейки, вот, изучение всех процессов, как устроено наше сознание, как устроена наша система Вселенной, солнечная система, как вообще влияют эти все энергии, какие есть взаимосвязи всего. И мне это очень сильно помогло. Я более... Это была такая сильнейшая трансформация, то есть и физическая, как оказалось, и моральная, и душевная, духовная. Я очень благодарна. Вот, если бы не это... Я благодарна своей болезни, что я увидела себя, какая я есть на самом деле. Поэтому, потому что мне казалось... То есть я уже сейчас понимаю, что я просто играла какую-то роль. Я пыталась кому-то понравиться. Я там... Я была сама не своя. Я говорила то, что от меня ожидали, все. А тут, когда болезнь тебя притормаживает, говорит, остановись. Да. И просто посмотри вглубь себя. Я очень многому научилась у своей болезни. А ты? Да, я считаю, что моя болезнь – это вообще мой самый мудрый учитель. Потому что я гиперактивная всегда. Всегда была гиперактивной. И постоянно что-то делала, делала, делала. И как оказалось, я неслась в никуда, просто в никуда, раскидывая вообще, в принципе, себя, свой ресурс. Я всегда вот ставила свои интересы чуть-чуть ниже, чем интересы других людей. Да, ну не всех подряд, как бы, а близких людей, свое окружение. И потом даже произошел... Отдавать, как говорится, нужно от изобилия, от избытка. Тогда это будет во благо. А я, получается, себя растрачивала. И вот я настолько растратила свой ресурс, когда вот помогая всем, да, и тебе, и тебе, ой, тут же ж надо и этому, и этому, и этому подсказать. Да, вот и это знаю, и это могу, да, конечно, приезжай. Вот. И настал такой момент, когда я просто закрылась. Это вот случилось в Шанхае. Я закрылась от всех, потому что я настолько устала, у меня настолько вот тут не было моральных сил даже вообще с кем-либо общаться. И я же вела в Шанхае, да, в самом густонаселенном городе мира практически. Я жила таким затворническим образом жизни, потому что я просто устала, если настолько растратила. И даже уже, вот я помню, где-то за год до постановки диагноза, ну, не за год, чуть-чуть позже, за полгода, стали появляться мысли, а вообще, а зачем я живу? Вот что вот, вот это и есть жизнь, а что дальше? А зачем это все? И потом уже стали появляться мысли, да вообще как бесполезная какая-то у меня жизнь. Ну, хорошо, да, я работаю, да, я помогаю девушкам менять свое тело, трансформирует свое тело, менять свой образ жизни, настраивать свое питание, улучшать здоровье. Но вот это и все. То есть смысл жизни, как бы вот, я его не могла нащупать. И, конечно же, первое время я, как и все, наверное, спрашивала, да за что же мне эта болезнь, за что же? Но вот после изучения себя, изучения сознания, я понимаю, что я даже ей благодарна. И вот это, наверное, было такой вот сложный был такой момент для меня, шаг при проработке вот осознанности своей, благодарить. Я так села, думаю, а за вот первые мысли, а за что вообще благодарить? Вот со мной и это, и это, и это случилось, и вот то случилось. И когда вот я именно проработала благодарность вообще, в принципе, всему вселенной, родителям, жизни, солнышку, да, там даже своей собачке, я поняла, что я счастливый человек. И что вот самое главное осознание, которое было, что счастье, оно не где-то, не в чем-то и не в ком-то. Оно всегда здесь. Вот как солнышко всегда светит. Независимо от того, сейчас идет дождь, тучи, гроза, бури, ночь, оно всегда светит. Просто оно всегда есть. Вот так же и счастье внутри. И тогда, конечно, все вот так кардинально поменялось. И я считаю, что болезнь – это такой шаг трансформации. То есть мы через трудности и боль, мы растем. Мы становимся лучше, мы становимся крепче, мы обретаем себя. И жизнь дает такие уроки, для того, что я считаю, когда человек немножко как бы засыпает сознанием, и когда он движется вот не туда, либо по течению, да, плывет, либо вот как-то вот вместе с обстоятельствами, либо вот по проторенной шаблонной дорожке. И это некая такая встряска, чтобы человек задумался о своем предназначении, о своем истинном предназначении. И я понимаю, что мое истинное предназначение, да, оно связано с нутрициологией, помогать женщинам, помогать людям. Но теперь это будет более глубоко, более сакрально, более с таким вот уже осознанным аспектом, как бы соединяя, да, вот материальное и духовное. Потому что мы все-таки, мы духовные существа, пришедшие поиграть сюда в материю. И когда человек какую-то сторону его сносит, идет дисбаланс, перекос, дисгармония. И поэтому появляется, что такое болезнь? Это конфликт тела. Да, вот как есть конфликт сознания, когда человек чем-то вот недоволен, идет вот конфликт сознания, да, конфликт с другими людьми, да, конфликты в отношениях. А болезнь – это конфликт тела. А если конфликт тела произошел, это значит сознание, оно как бы понимает, что что-то происходит не то. Это вот сознание, надсознание, подсознание. Вот. И сложно, конечно, разуму нашему материальному вот ему объяснить, что есть и духовное, и материальное, и это должно быть в балансе. То есть я вообще считаю, что вообще вся фишка вообще любой жизни, любого человека – это в баланс. Вот. И необходимо обрести именно свой баланс. Вот. Просто бесценные советы. Молодец, молодец. Спасибо тебе за эту помощь, за то, что ты помогаешь другим слушателям, кто нас сейчас смотрит своими советами, и кто просто даже не знает, кто сейчас в ужасе и не знает, в каком направлении двигаться. Скажи, пожалуйста, давай теперь поговорим о том, как восстановиться после химиотерапии. Как восстанавливалась ты? Да. Я вот восстанавливаю прежде всего это движение, то есть вставать, ходить, даже если ты можешь сделать это буквально минуту, и потом, ну, расскажу на своем примере. Я человек, который выполнял высокоинтенсивные тренировки шесть раз в неделю, потом еще ходил 20 километров пешком, тренировал других девочек, да, с ними, соответственно, вместе, групповые занятия, там вот все, вот такая бурная активность, и тут я не могу ни разу присесть, вот просто присесть без веса. Для меня это был такой шок, но я понимала, что да, как действуют гидрокартикостероиды, они разрушают мышцы, переводят это все в углеводы, да, для быстрой энергии, энергия не используется, соответственно, как бы больше масса, меньше мышц. Я понимала, что нужно просто, чтобы мышцы проснулись. Конечно же, достаточно тяжело это сделать, когда пищеварительная система, вот наш весь желудочно-кишечный тракт, который этой химии достаточно так выжигается, и впитывание веществ, соответственно, происходит хуже. Это вот уже чисто с физиологической точки зрения. Вот. Я бы, конечно, рекомендовала потихонечку, потихонечку вставать, ходить, ходить, вот сколько можете, 5-10 минут, 15, постоянно, постоянно увеличивать, и не ждать, когда пройдут все химиотерапии. После каждой, вот после каждой, вот когда можете вставать и ходить. Отдыхать, конечно же, то есть себя и морально не гнобить, не говорить, что все, жизнь закончена, и как теперь дальше. Если сейчас не думается, оставить это, вот на потом, когда станет полегче, тогда подумать, но запустить уже намерение, что вы хотите поменять что-то в своем сознании, чтобы действовать по-другому, да, и идти другими маршрутами. Чисто физически, конечно же, питание, то есть оно, поначалу, ничего не хочется кушать, ты ничего не чувствуешь, никаких ни вкусов, ни запахов, оно вообще непонятно, что за консистенция даже у еды. Даже моя самая любимая еда, я специально ее старалась кушать уже, вот потом, через 3-4 дня, чтобы у меня к ней не было как бы отвращения, потому что... Вот, правильный совет, да, молодец, что это сделал. Я тоже делала точно так же. Да, потому что, ну, как бы ты потом на нее не можешь даже смотреть. Вот, ягод побольше, потому что это достаточно легко усваиваемая еда, и там куча-куча антиоксидантов, куча витаминов, минералов, которые и поменьше углеводов, потому что все-таки все, что сильно углеводистое, ну, организму, ему и так надо много всего переработать, если еще куча углеводов. Вот. Я лично рекомендую, ну, как бы умеренно всего по чуть-чуть и поменьше вредного, потому что организму и так тяжело, он и так справляется. Конечно же, хочется себя чем-то подбодрить, да, там что-то такое. А если сладкого, как ты относишься к сладкому? Я больше люблю мясо, вот, как бы, мясо, рыбу, сыры, авокадо, это в основном вот моя еда, зелень. К сладкому я вообще абсолютно спокойна. Для меня маскарпоне слишком сладкий, вот именно так по себе. Но я делаю десерты, орешки, да, то есть вот я делаю полезный чизкейк, у меня низ это орешки перемолотые с сливочным маслом или с маслом кхи, а сверху это маскарпоне, рикотта, все это взбитое со сливками, с желатинчиком, вот, и, пожалуйста, вкуснейшие. Ягоды для меня тоже очень сладкие. А скажи, ты сейчас находишься на низкоуглеводном питании, также ты какую-то держишь, как это называется, кето, кето-диету, или какое у тебя питание сейчас? Я не на кето, не на палео, я как бы вообще сторонник не придерживаться каких-то строгих там ограничений, я просто в ходе вот изучения моего многолетнего опыта, исследований, я для себя вывела определенное питание, что я, во-первых, кушаю столько, сколько хочется, я кушаю тогда, когда мне хочется, несмотря на то, что на периодическом голодании бывают такие дни, когда предшествовал, например, день такой, слишком бурной активности какой-то, ну, переборщило, там много прошлась, или была там и тренировка, и уборка, и покупки, вот, то на следующий день, конечно, захочется покушать пораньше, так я начинаю кушать, там, в три, в четыре, в основном, там, после трех, вот, и в основном, в моем питании, это все натуральное, я не покупаю новую еду, то есть, я не кушаю где-то в ресторанах, не потому, что там невкусно, там очень вкусно, но там столько всего добавлено, чтобы честно, приготовлено, ты этого не видишь, конечно, конечно, вот, я, в принципе, кушаю все, ну, кроме, я не кушаю каши, потому что, ну, считаю, что они слегка бесполезны, я долгое время обожала овсянку, я готовила ее только вот из цельных зерен, и варенья, вот этого всего, вот, но это просто бесполезный организм, и такое количество огромных углеводов, я получаю углеводы из ягод, я получаю углеводы из овощей, плюс, там, та же вот печень, например, говяжий, это вообще мой любимый продукт, это суперфуд, я считаю, там весь, природа позаботилась о том, что там есть все, даже если посмотреть на животный мир, то вот, что первое животные едят, когда, например, там, медведь, ну, National Geographic, да, там, он спарывает брюшко рыбки, он кушает икру, если много, получал наесться икры, а потом уже только, может быть, поесть его, и то же самое другие животные, они съедают сначала субпродукты, то есть вот сердце, легкие, печень, вот, там самый большой вообще запас микро- и макроэлементов, и все, чтобы вот это все впиталось, то есть это такой полный фул, для того, чтобы вот это все встроилось в организм, вот, я не сторонница БАДов никаких, никаких витаминов именно из банок, потому что все это, это органика должна быть, то есть оно должно приходить в комплексе, особенно очень страшно, когда витамин С, так называемый, покупают в аптеке, то есть это аскорбиновая кислота, это только часть витамина С, это только оболочка, и для того, чтобы вот эту аскорбиновую кислоту вообще вывести из организма, потому что она сама по себе токсичная, без полного вот этого, витамина С, то есть это только оболочка, это как купить машину, вы хотите купить машину, а вам дают, ну, три колеса, то есть говорят, вот это машина, едьте, как бы, ну, никуда, ну, или там вам только кузов дали, без колеса, оно должно приходить в комплексе, и в органике, то есть если вы хотите витамин С, скушайте болгарский перец, пожалуйста, вот прям возьмите, съешьте целиком, в 100 граммах 3 суточные дозы, если вы его заморозите, там уже будет 33 суточные дозы, а в лимонах меньше намного, там около, надо съесть 3,5 лимона, чтобы получить суточную дозу со шкуркой, то есть вот не сок даже лимонный. Вот интересно, я от тебя сама многому чему учусь, потому что я из этой банки принимаю витамин С в повышенной дозе, несмотря на то, что я питаюсь только биопродуктами, у меня очень много овощей в моем рационе, это, наверное, вот в основном все, что я ем, эти витамины я тоже из, прямо я принимаю по 4000 миллиграмм в день, то есть ты этого делать не советуешь, да, принимать витамины из банки. Все есть в продуктах, и самое главное, что, да, хорошо будут замечательные продукты, будешь кушать все четко, правильно. Еще очень важно, конечно, чтобы организм мог это усваивать. Я вообще считаю, что, опять же, это основано на моем опыте, на опыте сотен моих девочек, которые у меня обучались. Самая большая вообще вот сейчас эта бич современности, это кислотность желудка, и то, как врачи это в кавычках лечат. То есть должна быть нормальная кислотность желудка, чтобы разворачивался протеин, да, вот эти аминокислоты в цепочку, и потом уже дальше шло усвоение. Если кислотность желудка выше, чем 3, то есть она должна быть 1 до 3, это сильная кислотность. Если это будет в сторону щелочной, то тогда у нас не убиваются патогены, которые должны быть обезврежены соляной кислотой, не усваиваются минералы многие, и большая часть не подготавливается для дальнейшего всасывания, не подготавливаются жиры, не подготавливаются аминокислоты, то есть протеин не разворачивается. Аминокислоты, они как бы запакованы в такую маленькую молекулу, и что должна сделать соляная кислота? Раскрыть эту цепочку, чтобы потом уже дальше взялись те аминокислоты, которые нужны для дальнейшего усвоения. Если не будет достаточной кислотности желудка, желчь не будет действовать. Соответственно, и ферменты поджелудочные тоже не будут действовать должным образом. И всасывание, что будет всасываться? То есть я считаю, что самое главное – это кислотность желудка, и потом уже дальше идут все процессы, так как у нас все взаимосвязано, абсолютно все взаимосвязано. А что делают врачи, когда идет изжога у человека, или ГР, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, назначают антоциды. Что делают антоциды? Это против кислотности. У нас, да, кислотность в пищеводе вот здесь, она не должна быть, потому что у нас только желудок, он предназначен, там специальный слой, который каждые 3 дня обновляется, он только предназначен, чтобы вот держать вот эту соляную кислоту. Но назначают антоциды. Это еще больше убивает кислотность. Недержимое желудка становится более щелочным. И все. И вот от этого начинают уже плясать все остальные болезни. Вот вообще, это лично мое исследование, вот 8-летний опыт. То, что я выдела. Кристина, ну раз ты у меня на линии, и раз ты специалист по питанию, хочу спросить тебя еще один. Вот мы уже перевалили за час. Но я хочу спросить еще один вопрос. Как ты относишься к различным сахарозаменителям, которые сейчас появились на рынке? Ну да, сейчас это особенно с популярностью кета, вообще сейчас пару слов про кета. Это замечательный инструмент, на самом деле, по борьбе с инсулинорезистентностью. Но опять же, нужно помнить, что это диета. Любая диета, это какое-то ограничение, и это неестественное, ну скажем так, состояние организма, среда для, вот, да, окружающая среда, для организма. и поэтому, как инструмент, я согласна, что людям с запущенной инсулинорезистентностью, с диабетом, да, там, второго типа, можно применить, там, на протяжении месяца, нескольких месяцев, но затем выработать свое питание. То есть, нельзя без углеводов, они нужны, нам нужны белки, жиры, углеводы, и полный перечень витаминов и минералов, которые приходят из еды. Еще раз вопрос, что именно? Заменители. Заменители сахара. Да, вот с популярностью кета, я отвлеклась на кета, извините, очень много сейчас, конечно, используют сахарозаменители. Лично по моему опыту, самые такие безопасные, но с оговорками всегда есть, но стелия, если вы хотите что-то подападать, прям вот, ну нужен сахар, но стелия не любит высокую температуру. Так же, как вот витамин С, выше 60 градусов, уже стелия может стать, ну скажем так, не совсем полезной. То есть, ее, если хотите запекать что-то, или добавить в горячий напиток, стелию лучше нет. Самый такой безопасный, да, эритритол. У него там достаточно такая простая цепочка, и он, в принципе, в организм как заходит, практически как инулин, и так же, как бы, и выходит. Но, опять же, это если, опять же, это большое но, если нет инсулинорезистентности, если нет прям вот зависимости от сахара, потому что, даже есть такие случаи, когда просто у человека ощущение сладости на языке уже вызывает всплеск инсулина. То есть, это, опять же, это вот от человека к человеку. Если человек метаболически здоров, и просто хочет исключить сахар из своей жизни, ну, опять же, даже если он метаболически здоров, в принципе, и сам сахар, он не так вреден. Но, если это натуральный, органический, там, тростниковый, кокосовый, если вы прям вот уверены, что это действительно кокосовый, тростниковый, сахар, рог, да, так называемый, вот сырой, да, пожалуйста, тот же мед, если он натуральный, ну, просто кто у нас остановится на ложечке меда? Угу. То есть, это сразу начинается перебор, потому что у нас так мозг, у нас мозг эволюционно, он не знает, что мы уже не пещерные люди, и что у нас вот такое изобилие вообще всего-всего вокруг, и нужно просто протянуть руку к полке или вообще нажать на телефоне заказ продуктов, заказ тортиков и всего-всего. Вот. Поэтому он, конечно же, будет нас толкать к продуктам, которые легче всего обработать. У нас мозг ленивый достаточно, он такой, он спасатель нашей энергетики, нашей, как можно меньше потратить, как можно больше получить. То есть, он такой жанр, достаточно ленивый. И, конечно же, он будет толкать человека вот в сторону еды, которая легко усваиваемая, и чтобы запасти побольше жирка, потому что он не знает, что у нас уже нет вот этих вот сезонов, когда даже мамонта одного мы раз в месяц не забьем. Он всегда готовится к самым худшим условиям. Он все еще пещерный, а мы уже как бы вот такие. Вот. Кристин, есть взаимосвязь питания и рака. Вот многие мне говорят, вот я, например, я придерживаюсь веганского образа жизни тоже по своим определенным соображениям, да, то есть, меня это устраивает. То есть, и я только, я ничего не покупаю в банках, в коробках, у меня только всегда покупаю натуральные продукты у фермеров, которые выращены без пестицидов, да. И вот мне кажется, то есть, я не ем сахара. Я сейчас полностью уже два месяца, как исключила алкоголь, и я очень горжусь собой, то, что я приняла такое решение исключить алкоголь из своей жизни, ну, хотя бы вот на какой-то период, вот, ну, хотя бы хочу попробовать 6 месяцев, не то, что я много пила, но, не знаю, там, бокал 2 просека по пятницам, это у меня был ритуал, не смотря ни на химиотерапию, ни на что, это я живу в Италии, и тут это просто ритуал, да, это как вот для кого-то утренняя чашка кофе, вот, но я тебя хочу спросить, а есть ли связь питания и рака? Потому что некоторые, как мы с тобой, я тоже раньше была и на ЕГЭ, и я сама персональный тренер по образованию тоже, то есть у меня тоже были и клиенты, всё, и я давала рекомендации какие-то по питанию, я не специалист в этой области, вот, но всё же, я думала, что я питаюсь, я тренируюсь, я питаюсь, я бегаю, всё у меня, чтобы у меня мог быть рак, да в жизни никогда, вот, и вот смотри, у тебя рак, у меня рак, зависит ли вообще питание, связано ли питание с раком, или это не связано никак? Ну вот, можно сказать, да, что и от воды умирают, да, и от всего, то есть можно провести не причинностей, а корреляцию, так называемую, я хочу сказать, что на рак влияет огромное количество воспалений в организме, объясню, опять же, это вот мои личные исследования, огромного количества исследований, рак питается, вот именно вот эти клеточки, для них самые-самые ценные, это фагоциты, так называемые, макрофаги, фагоциты, это самые жирные наши лейкоциты, самые такие опытные, которые вот они прям даже по размерам, они такие пухленькие, толстенькие, то есть они питательные, и они приходят в места воспалений в организме, то есть где начинается воспаление, какой-то оксидативный процесс, от чего у нас оксидации воспаления, это свободные радикалы, то есть это когда еда пестицидная, алкоголь, вот даже не сам алкоголь, а тот продукт, который получается в печени при его нейтрализации, вот, курение, понятное дело, нахождение в городах, вот в крупных, да, там, где экология, у нас вот даже, казалось бы, Харьков, я всегда, когда прилетала из Шанхая, я здесь отходила, я дышала полной грудью, я говорила, боже мой, тут воздух, поешь хоть ложкой, а на меня родители смотрели, как бы, ты что, вот на модели, да, там воздух, там ни одного производства, а здесь, ну тут газы, все, и у нас еще и коксохимический завод, вот буквально, наверное, в 8 километрах от меня, и когда ветер в мою сторону, ну это, это просто жуть, конечно же, продукты, которые, вот, ну все мы куда-то спешим, всегда, большая часть населения, спешат работать, зарабатывать деньги, поэтому, набегу, покушал, набегу, что-то схватил, в какой-то коробочке, это все так удобно, все так замечательно, как бы, зачем с вами готовить, я считаю, конечно же, еда, это, мы, мы строимся из еды, мы состоим из того, что мы едим, в прямом смысле этого слова, то есть мы то, что мы едим, и, конечно же, еда влияет, я долгое время была на ПП, так называемой, это фитнес-индустрия, да, когда нужно кушать шесть раз в день, побольше, да, побольше углеводов, уже ты же тренируешься, это имеет место быть для спортсменов, то есть всегда нужно смотреть, для кого рекомендации, читать между строк, опять же, не всем подходит вот это ПП, особенно, когда людей с диабетом сажают на там стол номер шесть, стол номер пять, да, там, когда поджелудочная, с анкреатитом, ты просто, ты смотришь на тот вообще вот ассортимент продуктов, которые они говорят кушать, но это, опять же, это прямая дорога в аптеку за инсулином, это прямая дорога в аптеку, ну, к сожалению, у нас даже есть такое выражение у американских докторов, это их лозунг, healed patient, lost client, им не нужно, чтобы мы выздоравливали, больной человек, это легко выражать, это раб, убежать нас с больными и выписывать нам таблетки, потому что от этого они получают деньги от большой фармы. Конечно, а вообще здоровый, счастливый человек, он не представляет интереса для общества как таковой, потому он не интересен, им никак управлять вот не получится, то есть у него, ну, он не ведется, весь этот, маркетинг и все, 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 поэтому, конечно же, связь с едой есть, максимально, вот, фермерская, да, вот ты сказала, это вообще, это идеал, то есть здесь, например, в Украине я пока не могу найти именно фермерской, поэтому молочку я не ем, и сыры я ем только козьи итальянские, понятные, жены сыры, там, моцареллу итальянскую, подходить вот именно, даже те же яблоки, когда выбираешь, вот как я выбираю яблоко, если оно страшненькое, если оно у вас какими-то там, да, какими-то полосочками, оно не блестящее, все, это мое яблочко, я его беру, вот это мое яблочко, если там еще есть червяк, это вообще, это просто счастье, потому что червяки не будут. Вот, ягоды, мы постоянно, у нас здесь есть дача за городом, и родители еще давно высадили малину, смородину всех видов, у нас там вишня, черешня, это папа своими руками посадил, там 113 деревьев, и мы летом, они всегда сюда возвращались, подкармливали все, то есть это все растет, мы собираем, замораживаем, замороженные, пожалуйста, даже если нет возможности вырастить самим, можно покупать замороженную, просто опять же смотреть, откуда они. Вот, та же рыба, не обязательно постоянно покупать лосось, есть кумбрия, есть селедка, и те же сардины, ну, смотреть, чтобы они не были в растительных маслах. Еще такая рекомендация, поменьше, как бы это ни звучало, поменьше растительных масел, именно, то есть, оливковое масло замечательно, но когда это прям в огромнейших количествах, это, то есть, это полененасыщенные жирные кислоты, да, и они достаточно оксидативные, они достаточно, то есть, окисляют, они просто, я не говорю, что они закисляют, оксидация происходит, да, то есть, это примерно как свободные радикалы, и тогда уже и с триглицеридами там вопросы, то есть, не бояться животных жиров, мы состоим вообще наполовину вот из белка, половина это, грубо говоря, жир, да, холестерин, то есть, холестерин и белок, если мы исключаем вот эти все легкодоступные сахара, и оставляем жиры полезные, животные жиры, и белки доступны, есть биодоступный белок, есть небиодоступный, так же, как витамины, вот витамин А, он есть в форме бета-каротина, есть в форме ретинол, вот бета-каротин, это из морковки, и только процентов тайны населения Земли может конвертировать это в ретинол, а у нас организм только ретинол может использовать, и нужно тоже понимать, откуда получать это все, не надо там высчитывать, как-то сильно заморачиваться, каждый человек может найти свое питание, вот, авокадо, пожалуйста, морепродукты, замечательно, овощи, фрукты, вообще, это еще и органик, и био, вообще просто чудесно, как можно меньше химии, и всего вот ненатурального. Спасибо, Кристиан, спасибо, и давай в завершении нашего интервью, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям? Я бы хотела, прежде всего, конечно, пожелать сил, терпения, возможности, вот, приятия того, что это уже случилось, просто так ничего не бывает, то есть, это не какой-то заговор против вас, это не наказание, я очень-очень желаю каждой понять, зачем это было дано, осознательно внутри себя, то есть, возможно, вы просто шли не той дорогой, не своим путем, возможно, на чем-то слишком зациклились, и вам это так, воспринять это как возможность уникальную, поменять свою жизнь, стать счастливой, как бы это сейчас не звучало для вас дико, поверьте, это очень мудрый учитель, и вселенная отдает плоды, и дает дары, когда вы понимаете урок, когда урок пройден, и поэтому я вот очень рекомендую остановиться, остановиться и очень-очень подумать, за что вы благодарны этой жизни, за что вы благодарны себе, позволить себе быть счастливой, и позволить себе принять это, потому что, когда мы принимаем, мы доверяемся вселенной, и Вселенная отплатит сторицей. А когда мы отрицаем, когда убегаем, и вот такой, да не буду об этом думать, или вот со мной этого никогда не случится, или даже вот случилось, я просто об этом не буду думать, вы как бы не принимаете вот ход Вселенной и всего мироздания. Ну, она не может ошибаться. У Вселенной всё чётко, и всё в балансе. И я желаю каждой, кто сейчас проходит этот путь, не отчаиваться и смотреть своё светлое будущее. У вас получится. И благодарите, благодарите за всё, и даже благодарите рак, благодарите эту болезнь, благодарите, что с вами это случилось. Как бы это вот действительно странно на данный момент не звучало. Даже ваше отношение, вы знаете, есть такая фраза, как корабль назовёте, так он и поплывёт. Если это называть большой проблемой, и, как многие говорят, это проклятие, это плохая карма, ну, вот так и будет происходить. А если вы это назовёте своим учителем, вы назовёте это возможностью, возможностью стать более полезной и ресурсной для этого мира, стать более счастливой, то так и произойдёт. Мы сами режиссёры своей жизни. И вот как прописываете сценарий, как вы сами себе загадаете, так и будет. Тем более женщина – это творец материи. И я раньше этого действительно не понимала, но вот пока на себе не ощутила. Наши мысли действительно материальны. И даже, я думаю, многие знают, что вот с каким настроением ты выйдешь, и бывает такое, да, и смотрят на тебя не так, и грубят тебе и там, и там, и тот тебя задел, а это вот не так посмотрело. На самом деле ты вот вышел с таким вот посылом. То есть, что получаешь. Да, конечно, ведь каждый человек – это учитель, и каждый человек – это отражение тебя самого. А бывает, что ты выходишь, и тебе все улыбаются, да, и вот и та улыбнулась, и это ты дорогу уступили, и дверь открыли, и такие все любезные, все такие вежливые, потому что ты такой вышел. И вот подумайте об этом. И как бы сейчас ни было тяжело, как бы сейчас ни было плохо, это закончится, и будет замечательно. Я каждой желаю сил, успехов. Это нелегкий путь, но чем сложнее путь, тем круче бонусы. И по-любому. Оречка, спасибо тебе огромное за тот труд, который ты делаешь. Благодарна тебе за это интервью, огромное спасибо. Ты очень классная, крутая, умная, мудрая. Спасибо за все, что ты здесь сегодня сказала. Я многому сама от тебя научилась. Я тебе очень благодарна. Я желаю тебе здоровья, счастья, новых проектов и успехов во всех твоих начинаниях и долгих-долгих-долгих лет жизни. Огромное спасибо. Спасибо, Оречка. Взаимно тебе тоже успехов, крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. Я благодарю тебя всем сердцем. И всем посылаю. Обнимаю светом и любовью. И я обнимаю тебя и всех наших слушателей. Давай, Кристин. Пока. Спасибо огромное. Пока-пока. Продолжение следует...